Он начал тащить дикарей с первого матча. В межсезонье, которое из-за ковида растянулось до неприличных величин, «Атлантику» пересекло несколько знаковых российских хоккеистов. Под первым номером, разумеется, Кирилл Капризов. Не просто олимпийский чемпион, а человек, который в Пхенчхане спас весь наш хоккей от несмываемого позора. Вот и в Миннеаполисе его ждали словно мессию. Дождались спустя 2029 дней. В расположение Миннесоты Капризов прибыл 4 декабря, а 9-го провел первую тренировку с новой командой. Уже тогда было понятно, что партнером бывшей звезды ЦСКА станет Зак Паризи. Когда-то этот американец вместе с Ильей Ковальчуком выводил Нью-Джерси в финал Кубка Стэнли, а теперь, играя в родном городе, он на правах ветерана будет помогать другому русскому. Вот и на стартовый матч сезона Капризов вышел в тройке с Паризи. Третьим в их звене оказался Ник Бьюкстад. После первой смены, которая продлилась полминуты, Капризову пришлось немного задержаться на лавке. Нет, его не усадили в запас за какое-то неудачное действие. Это Мэтт Дамбо нарушил правила и оставил дикарей вчетвером, а использовать Кирилла в меньшинстве не очень-то рационально. Россиянину довольно долго не удавалось нанести первый бросок в створ. Хотя первую попытку он предпринял уже во второй смене, прицеливался из левого круга вбрасывание, но выстрел в касании заблокировали. Впрочем, проблемы с выходом на убойную позицию не помешали Кириллу набрать первое очко в НХЛ. За три с лишним минуты до первого перерыва Капризов впервые взял на себя инициативу. Схватил шайбу и понесся к воротам, особо несмотря по сторонам. Такая наглость, помноженная на самоуверенность, могла даже привести к травме. Бросить россиянину не дали, а вот встретили довольно жестко. Зато шайба удачно отскочила и Найсу Бродину, которая и открыл счет. Несмотря на быстро заработанную голевую передачу, поначалу Капризов не был в числе главных действующих лиц. Иногда и он вовсе выглядел немного потерянным. Очевидно, привыкал к новой для себя реальности. Да и сказать, что хоккеисты Миннесоты играли на паренька из Новокузнецка, было бы преувеличением. В некоторых моментах они его будто не замечали, из-за чего Кирилл катался на холостых оборотах. Но это только в первом периоде. Свою настойчивость Кирилл продемонстрировал еще в моменте с шайбой Бродина. В том же духе новичек дикарей продолжил после перерыва. «Вы блокируете мой бросек. Я нанесу еще один». Стремление идти на добивание ему обязательно пригодится в дальнейшей заокеанской курьере. А вот Чернова и Грека Капризов почти не принимал участия. Как и в отборе шайбы. Обороняясь, он чаще всего рыбачил на синей линии, будучи готовым убежать в отрыв. А из силовой борьбы запомнился смачный хит в первом периоде. Впервые отзываться о Капризове в восторженных тонах позволило удаление, которое схватил игрок Лос-Анджелеса. Дин и Вассон не просто выпустил дебютанта на большинство, а включил его в первую спецбригаду. И Кирилл сразу показал, что находится на своем месте. Он и шайбу в зону завозил, и партнеров передачами находил. А вот на бросок россиянина не выводили. Сама по себе позиция между усами не особо располагает завершению розыгрыша. Капризов не стал зацикливаться на броске. Вместо того, чтобы во что бы то ни стало забросить шайбу в дебютном матче, он сосредоточился на подыгрыше партнерам. И не прогадал. С минимальным временным интервалом он классными передачами выводил на ударную позицию Джареда Сперджена и Виктора Раска. И если защитник Миннесоты угодил прямо в Джонатана Куйка, то шведский форвард пробил вратаря Кингс. И вот уже у Капризова не один голевой пас, а два. Причем второй выдался куда более осмысленный, чем первый. Как и Романов днем ранее с Монреалем, Капризов в своем первом матче НХЛ вкусил овертайм. Миннесота спаслась с одного к трем, а при ничейном счете получила большинство. И Кирилл мог решать. Но. Попал в самоотверженного Дрюда Ути. Канадец кое-как поднялся на ноги после бросканного кузнеченина. И когда уже казалось, что дело близится к булитам, Капризов возник из ниоткуда перед Куйком. Выход один на один и хладнокровная реализация. Правда, на повторе видно, что забил Кирилл коньком. Но судьи на это глаза закрыли. Несмотря на то, что болельщики Миннесоты изображали Капризова в роли Иисуса, вряд ли кто-то мог ожидать такого дебюта. Он провел на льду больше времени среди всех форвардов Уайлд и стал главным творцом волевой победы.